Продолжим тему саммита Альянса. К нам присоединяется Сергей Джердж, глава Общественной Лиги Украина-НАТО. Здравствуйте. 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 Ну, естественно, сегодня, вчера и завтра это самая обсуждаемая тема, юбилейный саммит НАТО. И вот в ходе этого саммита в Вашингтоне все члены Альянса подпишут новое оборонно-промышленное обязательство. Об этом сказал генсек НАТО, Йенс Толтенберг. А могли бы объяснить, что это за обязательства, в чем будут какие-то новые пункты? Ну, главное, это вопрос траты денег на собственную армию каждой страны. Раньше рекомендованная цифра, сумма, в НАТО было 2% валового внутреннего продукта каждой страны на собственную оборону, на собственные вооруженные силы, на зарплаты военнослужащим, на военную науку, на модернизацию техники, закупку новой техники. Сегодня 23 страны НАТО из 32 достигли этого результата. Но идут разговоры о том, что можно и больше. То, о чем говорит генеральный секретарь НАТО Инстолтенберг, это подписание соглашения, что страны НАТО тратят на оборону не меньше 2%. Не меньше 2%. То есть, раньше была рекомендована цифра 2%, а сейчас 2% и больше. То есть, такие небольшие изменения. Тут также следует добавить, что Эстония, к примеру, предлагает 2,5%, Польша 3%. Но, наверное, все страны согласятся с тем, чтобы сформулировать положение таким образом, что не меньше 2% тратить на оборону. Еще одна важная тема, едва ли не главная линия этого саммита, это разработка стратегии защиты от возможного изменения курса Соединенных Штатов Америки. Это на случай, если вдруг на выборах ближайших победит Дональд Трамп, и он реализует вот эти свои угрозы. И вот один из элементов этой стратегии – это долгосрочные обязательства перед Украиной. Каким образом эти обязательства влияют на защиту НАТО? Ну, в принципе, я думаю, что при живом Байдене как-то вести дискуссии о Трампе – это еще не время. Да, но хотя в кулуарах общее понимание есть такое, что в случае изменения президента, изменения политики в Соединенных Штатах может быть такое, что США несколько уменьшат свою активность в рамках НАТО. В этом плане НАТО как институция, она перехватывает возможности, инициативу, и, собственно, пример этому контактная группа помощи Украине, Рамштайм так называемый, Соединенные Штаты его спонсорировали, создали, фактически много сделали, чтобы это все начало функционировать. И НАТО как институция может это продолжать, тем более, что, возможно, на этом саммите примут решение о создании нового командования НАТО, которое будет заниматься именно поставками в Украину. Более 700 человек будет работать в этой структуре, она будет базироваться в Германии. Давайте проведем некую параллель между прошлым саммитом и этим. В общем, в Вильнюсе атмосфера была такой довольно напряженной, Украина ожидала от альянса политического приглашения ко вступлению, этого не случилось. А в этом году эксперты говорят, что все выглядит как-то спокойнее, мол, как минимум Украина подходит к этому саммиту с какими-то более реалистичными ожиданиями. Что изменилось за это время? Ведь Киев-то понимает, что пока путь закрыт в альянс, пока идет война. Ну, я так не думаю. Дело в том, что главный в НАТО документ это Североатлантический договор, там ничего об этом не сказано. То есть, понятно, что НАТО это структура, которая занимается безопасностью, это главное. НАТО не создано для исследования космоса или глубин океанов, это безопасность прежде всего Европы, Евроатлантики. А если есть мир, может быть война, если есть война, может быть мир. Поэтому тут относительно включения Украины, ну, разные могут быть суждения, мы должны отстаивать свою позицию. Понятно, что есть страх большой войны с Россией. Многие лидеры НАТО не хотят этого, они зависят от избирателей, хотят, чтобы все как-то это все боком прошло и их не зацепило. Но это ошибочная политика. То же самое было во время Второй мировой войны. Многие страны не хотели ссориться с Гитлером в самом начале, думали, что участь эта их обойдет стороной. Но этого не случилось. Разгорелась большая война, погибло 50 миллионов человек. Поэтому, чтобы не было что-то подобного сейчас, нужно наоборот всем включаться в эту борьбу с тем, чтобы поставить Россию на место вовремя, не дать разгореться этому пожару. А это как раз активная позиция НАТО. Поэтому я думаю, что многого мы не хотим. Мы хотим всего лишь членство НАТО в структуре, с которой мы работаем 30 лет. И достигли многого стандартов, критерий. И есть варианты, как это сделать лучше. То есть есть несколько вариантов, если рассматривать это буквально. Но я просто закончу мысль, что если нет политического решения по Украине, то должно быть на весах как бы что-то адекватное. А это может быть только такая материально-техническая, военная, финансовая помощь Украине. Ну вот этот огонь российский почему-то не очень активно тушит. Да, вот многие ожидали, что после удара по детской больнице в Киеве тот же Байден не только заявит о системах новых противовоздушной обороны, но и то, что Соединенные Штаты дадут разрешение бить по военным целям на территории Российской Федерации американским оружием в глубине. Да, по тем же аэродромам, откуда взлетели эти самолеты, которые бомбили детей в Киеве. Но почему это не происходит? Что еще должно случиться? Ну это просто предел уже по поведению такой подлой террористической страны, как Россия сегодня, которая убивает преднамеренно детей с тем, чтобы показать всему миру, показать этому саммиту 32 странам, которые собрались в Вашингтоне, что они никого не слушают, они делают то, что хотят. И если им сходит срок убийства детей, то уже все остальное им тоже должно сходить срок. То есть подрыв Каховской гидроэлектростанции, экологическая катастрофа, уничтожение городов украинских, стерли с лица земли Авдеевка, Бахмут, убийство мирных граждан на оккупированной территории, вывоз детей. То есть это все как бы разрешено для России, потому что никто не может дать этому какой-то адекватный отпор. Тем более, что некоторые политики приезжают даже в Москву, жмут руку этому Путину. Но, наверное, в принципе, мы будем настаивать, украинская сторона дипломатия, что этот казус Белли, который мы, конечно же, не хотели, и никто не хотел, нужно использовать для того, чтобы снять все ограничения относительно Украины, поставлять все, что нужно нашей стране. И мы должны иметь право использовать это все против военных целей в России, так как это видит Генеральный штаб Украины. Потому что по-другому это выглядит немножко неправильно. Когда Россия уничтожает всю нашу инфраструктуру цивильную, бьет по цивильным объектам в значительной мере, а мы не можем уничтожать военные объекты из-за каких-то выдуманных ограничений. Давайте вернемся к саммиту. Интересное заявление французского президента. Макрон сказал, что Соединенные Штаты и Германия являются главными противниками вступления Украины в Альянс. Он считает, что сценарий этого саммита будет такой же, как год назад, когда украинцы были довольно раздражены, что им не озвучили приглашение в НАТО. Как полагаете, зачем Макрон сделал такое заявление в преддверии саммита? У этого заявления есть один важный сигнал. Тот, что Франция не является препятствием для вхождения Украины в НАТО. Это хотел сказать Макрон. Потому что раньше, в 2008 год, вспомнить, Украине не предоставили план действия относительно членства НАТО, membership action plan, так называемый, из-за того, что Германия и Франция были против. Но время прошло, и сегодня Франция занимает совсем другую политику. И этим заявлением Макрон отмежевался от тех стран, которые не поддерживают сегодня вхождение Украины в НАТО все еще. Поэтому для нас это положительный сигнал. Мы видим, что Франция вернулась в большую политику. Макрон проявляет лидерство определенное в Европе. Это очень важно. И есть еще над чем работать украинской стороне, чтобы убедить наших американских и немецких коллег в том, чтобы нужно как-то в этом вопросе консолидироваться с тем, чтобы объединять усилия всей Европы и Украины. Потому что мы работаем вместе на европейскую безопасность. Кроме жеста политического, на саммите планируются еще вполне практичные вещи. Их общая цель – это сделать Украину оперативно, сделать Украину совместимым партнером, чтобы когда придет политический момент, то силы Украины могли нормально, безболезненно, беспрепятственно интегрироваться в НАТО. Как это случилось в Финляндии, как это случилось с Швецией. Так вот, о каких этих практических составляющих можно говорить на данный момент? Ну, важно, что все эти реформы, которые раньше планировались в системе сил безопасности Украины, прежде всего, это Министерство обороны, Вооруженные силы Украины, ну а также Служба безопасности Украины, полиция, погранвойска, другие силовые структуры. Мы достигали определенных критериев, стандартов, вступления в НАТО, и многое сделано. Я бы сказал, Украина по пятибалльной шкале на 4 с плюсом достигла многого. Мы знаем, что не все стандарты и критерии отдельные страны НАТО достигли. Такие реалии. Поэтому у нас есть четкий план, что делать дальше. Многое сделано, и я думаю, что тут относительно Украины, это только политическое решение. Хотя вопросы дальнейшего реформирования, налаживания взаимосовместимости украинских военных и военных стран НАТО, это тоже стоит на порядке нашего планирования. В России заявили пресс-секретарь Путина, Песков сказал, что Москва будет максимально внимательно следить за этим саммитом НАТО в Вашингтоне. Что их там беспокоит? Точнее, что беспокоит Кремль там больше всего? Что Украине дадут еще больше оружия или какие-то политические решения? Ну, их все беспокоит. Их все беспокоит. Они много времени беспокоились, вместо того, чтобы заняться нормальной жизнью внутри страны, чтобы проводить там какие-то реформы экономические. Посмотрите, какая большая территория. Есть над чем работать. Что развивать? Нет. Им нужно завоевать еще немножко земли, еще поубивать каких-то людей других. Вот Украину уничтожить, вот это план. А НАТО, конечно, мешает это сделать. НАТО как бы реальное препятствие для того, чтобы уничтожить, потоптаться по Украине. Поэтому их все это интересует. Они оценивают свои шансы, сколько они еще продержатся. Я думаю, недолго. Ключевым днем для Украины, для Киева будет 11 июля. На этот день запланировано как раз заседание Совета Украины-НАТО. Кроме того, встретятся лидеры стран, которые заключили соглашение о безопасности с Украиной. И там должен быть украинский президент Зеленский. То есть в этот день мы поймем, что сейчас предлагает НАТО Украине. Это будет ключевой день. Возможно, в этот день, конечно, более практические вещи будут озвучены. Но прежде всего, что-то анонсировал Йонс Толтенберг. Он говорил о создании вот этого нового управления НАТО по помощи, логистической помощи Украине. Шла речь о увеличении возможностей противовоздушной обороны Украины в два раза. Байден сказал о пяти системах стратегического уровня и большем количестве систем тактического уровня. Я слышал, что до конца года до десяти систем разных также планируют предоставить Украине. Идет разговор о том, чтобы закрепить цифру 40 миллиардов долларов помощи Украине ежегодно со стороны НАТО. Ну, ВАД для нас это очень важно. Это будет большой успех, если это решат страны НАТО. Также идет разговор о создании определенного взаимодействия между государствами, которые подписали с Украиной двусторонние договоры о безопасности. Это страны НАТО, ну а также страны вне НАТО. Япония, например. То есть, есть двусторонние соглашения, а можно наладить платформу, площадку для того, чтобы эти страны между собой взаимодействовали, и Украина в том числе, с тем, чтобы вырабатывались общие подходы, позиции, как помогать Украине, что делать. Это так называемое мини-НАТО, я бы сказал. Если это заработает, это тоже очень важно. Ну и продолжать вопросы взаимосовместимости, взаимодействия НАТО и ВСУ, вооруженных сил Украины. Это, давайте вспомним, последнее заседание, которое проводит нынешний генеральный секретарь Йен Столтенберг. Со следующего уже будет новый. Как вы полагаете, с приходом Риуты что-то поменяется, или он будет продолжать эту политику Столтенберга, или же внесет что-то новое, в том числе в отношениях с Украиной? Ну, НАТО консервативная организация, я думаю, все будет относительно тех решений, которые приняты. Риуты будут это все продолжать. Тем более, что должность генерального секретаря, она не есть политика, определяющая в НАТО. Генеральный секретарь представляет то, что было принято, договорено на Североатлантическом альянсе, там, где представлены все страны. То есть, общее решение, общая политика, общая позиция, это все уже Генсек представляет для мира, для прессы, для общества. Поэтому, я думаю, он будет все тоже продолжать. Но роль личности в НАТО, именно личности генерального секретаря, сейчас возросла по сравнению с предыдущими годами. Раньше в НАТО роль Генсека была немножко другой. Сегодня это главный спикер. И, в принципе, его фактическое участие в тех или иных конференциях, симпозиумах, саммитах, оно, как бы, обращает внимание на себя прессы. И я думаю, что Марк Рютте относительно Украины делал за последние годы много заявлений и действий. И он будет способствовать тому, чтобы война в Украине прекратилась на условиях Украины, когда мы вернем все свои территории. И тут следует отметить, что Марк Рютте может быть один из немногих политиков Европы, который был в Харькове, который заехал так далеко, на восток Украины. И это личное мужество тоже этого человека. Вот по поводу возвращения территории. New York Times опубликовали довольно интересную статью. Написали, что Украина победит в войне, в этом нет сомнений. Но вот вернуть все территории практически невозможно. Считаю журналисты, они ссылаются на мнение западных политиков, которые, кстати, считают, что при этом Украина сблизится с НАТО и ЕС еще больше. Но как тогда сблизиться? Примут страну без оккупированных территорий? Почему вот так? Я думаю, это просто суждение определенных аналитиков или мнения журналистов, которые писали этот блок. Это, во-первых, Украина становится членом НАТО и Европейского Союза как страна. А страна имеет свою территорию, международно признанную. По-другому быть не может. Не может страна для членства в ЕС, например, или НАТО, отрезать какое-то своещее или изменить международные договора. То есть это невозможно. Ну а то, что там констатируют, что Украина будет сближаться с ЕС и НАТО, ну это реалии сегодняшнего дня. Открыты переговоры по вхождению Украины в ЕС. То, что мы ожидаем даже на саммите НАТО в Вашингтоне, большая помощь Украине. Конечно же, это говорит о взаимодействии. Поэтому это первое. А во-вторых, ну в любом случае для нас важно освобождение украинских территорий, освобождение украинских людей, которые оказались фактически в российском плену. Это главная цель. Люди. Поэтому тут мне кажется, что и мы, и украинская сторона, и все международные структуры, они стоят именно на этих позициях. Ну вот, кстати, уполномоченный по правам людей, да, Лубинец, он сказал, что не ожидает большого обмена, да, то, о чем Вы говорите. Потому что, ну мы понимаем, почему Россия использует это в своих играх, в каких-то своих попытках запугать, попытках шантажировать, да, теми же людьми, подбивая Украину к мирным переговорам. Как Вы думаете, когда может быть этот следующий обмен, то, о чем Вы сейчас говорили? И какие могут быть условия? Может ли международное сообщество повлиять? Учитывая, кстати, что Россия сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН. Еще такой важный фактор не стоит забывать. Я думаю, что результат ее председательства это нулевой в плане какой-то помощи Украине и международному сообществу, потому что Россия, с одной стороны, председательствует в ООН, с другой стороны, запускает ракеты по детским больницам. Вот и весь фокус, весь опломб и весь результат председательства в ООН. Мне кажется, что это ООН могла бы быть и должна бы быть такой святой структурой, важной очень для международного сообщества. А там председательствует страна-террорист, которая проводит подлую террористическую политику. То есть, как на это реагировать. Что касается обмена, ну мы уже давно предлагали обмен всех пленных на всех. И в Украине не заинтересованы держать этих пленных. У нас к этим пленным приезжает постоянно Международный Красный Крест. Женевские организации, они смотрят, как обращаются с пленными, как их кормят, как им предоставляют медицинскую помощь, им разрешали даже звонить домой. Ну то есть, абсолютный антипод того, что есть в застенках Кремля. Потому что там уничтожают достоинства, людей держат в голоде. И сюда приезжают украинские пленные по тем немногочисленным обменам. Это просто Бухенвальд, Освенцим. Посмотреть на этих людей. То есть, концлагеря не закончились с окончанием Второй мировой войны. Они сегодня есть в России. И в этих концлагерях держат украинских пленных. Над которыми издеваются, над которыми какие-то проводят свои психологические эксперименты. Но нужно уже начать за все это отвечать. Мне кажется, нужно, чтобы проснулось не только НАТО, Европейский Союз, а все международное сообщество и большие страны Юга, Большого Юга, в том числе с тем, чтобы как-то противодействовать этому злу. Ну, кстати, по поводу, завершу, да, по поводу председательства России в ООН. У них был праздничный обед после обстрела Киева. И то, что было моральной деградацией, назвал постпред Украины кислица, то, что в меню главное блюдо было котлета по-киевски. Это такой вот, ну, очередной российский, очередное дно. Сергей, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Глава общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж был на связи с Фридомом. Спасибо.